Это рубрика «Город. Точка зрения». Добрый вечер. У нас в гостях начальник управления культуры города Краснодара Татьяна Рубан. Здравствуйте, Татьяна Николаевна. Здравствуйте. До майских праздников осталось совсем немного времени. Город активно готовится к торжествам. Уже почти завершен городской санитарный марафон. Недавно открылись городские фонтаны. Наверняка и творческие коллективы города оттачивают все праздничные программы. Что ждет краснодарцев в первые дни мая? То, что касается первого мая, ну, во-первых, это в этом году удивительное сочетание. И праздник весны и труда, и Пасха. И все это как-то очень логично связалось. И первое время мы думали, что с этим сложности будут, ничего подобного. Тема одна. И поэтому очень многие коллективы подготовили программы, посвященные и весне, и труду, и посвященные Пасхе. И, конечно, очень много мероприятий будет проходить в парках. Потому что это праздничные дни, потому что это весна, потому что в парках открытие сезона, весенне-летнего сезона. Но самое главное, в эти дни будет проходить в парках наш традиционный фестиваль народного творчества, детского народного творчества, уже одиннадцатый, планета детства и друзей. Поэтому очень многие дети, наши воспитанники, наших школ искусств, вместе с родителями придут в парки. А вы, дорогие горожане, приходите, чтобы посмотреть на их творчество. Вместе порадоваться. А там, глядишь, пройти по зеленой зоне, покататься на аттракционах. Потому что в этом году парки колоссальную работу провели для того, чтобы действительно парки были красивыми, ухоженными, зелеными, настоящими легкими нашего города. Если пару слов сказать о Дне Победы, во сколько начало, где основные торжества, буквально несколько слов. Мероприятия, которые мы планируем, они не ограничиваются только 9 мая. Мы проводим их уже, проводим их давно. И проводим каждый день. И вот 5-го, 6-го, 7-го тоже будет очень много мероприятий. Но, конечно, 9-го это кульминация. И, конечно, 9-го на нашей площади, театральной площади, пройдет праздничный грандиозный концерт, который готовит творческое объединение премьера. И концерт это будет с участием симфонического оркестра. А это очень серьезно. Это уже, знаете, признак столичности, когда у нас есть оркестр, который выходит на площадь и играет для всех жителей города. Также еще одна акция, которая будет проходить 9-го мая, это вот Стена памяти. И мы ее проводим впервые. Мы проводим ее по инициативе Министерства культуры Краснодарского края. Мы проводим эту акцию в знак памяти, уважения к защитникам Родины, к тем, кто отстоял мир в годы Великой Отечественной войны. Суть этой акции очень проста. Мы обратились к горожанам, чтобы вот на этот электронный адрес люди присылали фотографии своих родных, участвовавших в сражениях Великой Отечественной войны. Может быть, какие-то документы, фотодокументы. Может быть, какие-то очень короткие истории о подвиге или о жизни этого человека. И все это мы будем демонстрировать на главном экране нашего города, на театральной площади. Вот прямо сразу после парада пойдет рассказ о героях нашего города Краснодара. И поэтому мы были удивлены, если честно сказать, что так много желающих поучаствовать в этой акции. И уже в Центре культуры у нас практически создан штаб, в Центре культуры города Краснодара. Мы принимаем эти заявки, обрабатываем и в художественной форме. Мы постараемся эту тему передать 9 мая. Приходите на площадь и увидите своих родных и близких. И сможете поклониться их подвигу. А до какого числа можно отправлять заявки? До 30 апреля. А вот в этой акции, опять же, будут именно только воспоминания о тех, кто воевал и не вернулся с фронтов? Очень хороший вопрос. Или вот такой момент, что кто-то хочет о своих ветеранах рассказать, которые живы до сих пор? Да, мы не ожидали, что поступит такой вопрос. Как бы, знаете, задачи поставлены, думаю, стена памяти. О людях, кто погиб, кто не дожил до сегодняшнего дня. Но нам звонят горожане, молодые люди, и говорят, а мы хотим рассказать о нашем деде. Он еще жив, он с нами. Но мы хотим, чтобы он себя увидел. И мы сейчас продумываем, как это сделать, ну, чтобы не обидеть никого, как распределить наши возможности. Но, я думаю, мы осуществим эту идею. И поэтому постараемся удовлетворить просьбы всех, потому что мы пошли к волеизъявлению людей, что мы назывались, мы обратились к социально активной части нашего города, получили ответ и постараемся откликнуться. И сделать это так, чтобы действительно мы могли говорить и о тех, кого уже нет с нами, и о тех, кто рядом с нами. И еще раз поклониться. Это никогда не поздно, никогда не много. Кланяемся и говорим огромное спасибо. Татьяна Николаевна, спасибо большое и вам за то, что нашли время и ответили на наши вопросы. От себя хочется пожелать удачно провести праздники предстоящие. И большое спасибо всем деятелям культуры, которые занимаются подготовкой такого грандиозного события. Всего доброго, до свидания. Спасибо. На этом у меня все. А вас ждет продолжение информационного выпуска. Спасибо.